Всем привет! Начну видео с того, что хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии и поддержку. Особая благодарность тем, кто реально смотрит мои видео до конца. Я очень это ценю и спасибо вам огромное. Ну а теперь начнем готовить. Сегодня у нас будет квас. Я много пересмотрела рецептов кваса из цикория и остановилась на наиболее оптимальном для нас варианте. Кому интересно, оставайтесь со мной. Будем готовить. Такой квас очень освежает и бодрит в летнюю жару. Ингредиенты, как всегда, будут внизу под видео. Для основы нам потребуется цикорий. У меня самый обычный, без добавок, без ничего. Здесь 1 столовая ложка с горкой. Вы можете количество цикория регулировать. От этого будет зависеть и цвет, и аромат, и насыщенность кваса. Также добавляем сюда пол чайной ложки лимонной кислоты и 5 столовых ложек сахара. Сахар тоже регулируйте по своему вкусу. Заливаем это все кипятком, хорошо перемешиваем, чтобы наши компоненты растворились. И отставляем в кружку, пока остывать. Также нам потребуется теплая кипяченая вода. Она у меня уже подстыла. Чистая бутылка у меня 1,5 литра. И воронка, через которую нам будет удобно переливать всю эту жидкость в бутылку. Ну а дальше все просто. Переливаем нашу основу в бутылку. Она у меня уже остыла примерно до 50 градусов. Следом отправляем воду. Вода у меня не холодная, чуть выше теплая. Доливаем бутылку, но не до конца. Оставляем от горлышка 3-4 см. Далее нам потребуется дрожжи. У меня самые обычные, вот такие вот сап момент, быстродействующие. Нам потребуется пол чайной ложки. Следите за тем, чтобы температура воды была не горячей, иначе наши дрожжи погибнут. И также не была слишком холодной, иначе дрожжи действовать не будут. Температура воды должна быть 38-40 градусов. Это немного выше, чем температура человеческого тела. Отправляем дрожжи, закрываем крышкой и хорошо сболтаем. Далее бутылку мы отправляем на солнышко. Я ее ставлю на целый день. А вечером убираю в холодильник, хорошо охладиться. Вот так вот охладился мой квас. Сейчас будем пробовать. Ну а дальше без слов. Квас получается очень освежающий, бодрящий. Посмотрите, сколько в нем пузырьков. Просто невероятно. Обязательно попробуйте такой рецепт. Я всем рекомендую. Такой квас получается в меру сладкий, с насыщенным ароматом, вкусом и цветом. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч.